Ходжнецом. Зачем США перебрасывают ударные дроны поближе к России? Ходжнецом. Зачем США перебрасывают ударные дроны поближе к России? 8 часов. CC by 2.0 The National Guard Беспилотник General Atomics MQ 9 Reaper CC by 2.0 The National Guard Москва, 14 июня РИА Новости Андрей Станавов Ничего личного, исключительно разведка и наблюдение в интересах ВВС США Примерно так пресс-служба Белого дома объяснила миру планы по размещению скадрильи и беспилотников MQ 9 Reaper Мрачный жнец В Польше Документ о сотрудничестве президенты Дональд Трамп и Андрей Дуда подписали в среду Никто не говорит о том, что MQ 9 способны не только наблюдать, но и наносить удары Причем весьма точные и болезненные Об особенностях такого оружия в материале РИА Новости Без пилота, но с мозгами В случае АС MQ 9 под словом дрон подразумевается не складной карманный квадрокоптер, а полноценный боевой самолет массой 4,7 тонны с турбовинтовым двигателем в хвосте, продвинутой разведывательной аппаратурой и шестью точками подвески ударного оружия Сейчас в распоряжении Пентагона более сотни таких машин Причем их количество непрерывно растет РИПА На одной заправке машина способна подняться на высоту 15 тысяч метров и преодолеть почти 6 тысяч километров, при этом провисеть в воздухе более суток Управляет аппаратом сложнейший комплекс программного обеспечения, работающий с GPS Команды от оператора поступают по каналам спутниковой связи Максимальная скорость почти 500 километров в час И хотя американцы позиционируют РИПА В основном как разведывательный и безвредный аппарат Сами же регулярно применяют его для точечных ударов по важным целям в тактической глубине противника Известно, что эти дроны применялись для последовательной ликвидации лидеров Аль-Каида Весной 2010-го в Афганистане от удара с беспилотника погиб Мустафа Буязиид Весной 2012-го в Емине уничтожен Фахта Аль-Куса А спустя 4 года осенью 2016-го Абдалах Аль-Санаани Эти машины работали в Сирии, на Украине Были замечены над акваторией Южно-Китайского моря и на севере Африки Фото Беспилотник В Ираке и Афганистане американские военные научились использовать мрачных жнецов в самых что ни на есть боевых условиях И сумели доказать своему правительству, что отрабатывать цели на земле дроны могут не хуже самолетов А главное без риска потерь среди личного состава ВВС Напомним, на сегодня Reaper Это основный разведывательно-ударный дрон ВВС США Компания General Atomics Aeronautical Systems Корпорации General Dynamics Разработала его на базе легендарного MQ-1 Predator В планах Пентагона оснащение MQ-9 ракетами класса воздух-воздух, которыми он сможет отстреливаться от самолетов и зенитных ракет, а также так называемыми бомбами малого диаметра Small diameter bomb STB типа GBU-39, подходящими для дальних ударов по приоритетным целям без входа в зону ПВО Сейчас такие бомбы применяются с самолетов F-15E, F-16, F-117, P-1, P-2, F-22 и F-35 Неприятные соседи По оценкам большинства опрошенных РИА-новости военных экспертов, одна эскадрилья мрачных жнецов с базой в Польше существенной угрозы для безопасности России не представит, однако хорошего в таком соседстве мала В первую очередь для и без того натянутых отношений Россия-НАТО РИА-новости, Алексей Мальгавк и комплекс ПВО С-400 Триумф аналогичной точки зрения придерживается и другой военный эксперт Виктор Мураховский Он отмечает, что полеты МК-9 с территории Польши вряд ли смогут качественно дополнить работу разведывательной авиации НАТО у западных границ России, где регулярно пасутся стратегические беспилотники Глобал Хок, взлетающие с авиабазы в Сицилии, разведывательные самолеты АСИ-135 и машины базовой патрульной авиации По оценкам экспертов, одна эскадрилья БПЛа в американских ВВС это не более двух десятков аппаратов Сила невеликая, но дело тут не столько в количестве боевой техники НАТО, сколько в самом факте ее приближения к российским границам, что уже само по себе можно расценивать как недружественный акт Заявление о размещении американских беспилотников в Польше всерьез обеспокоили российский МИД, который назвал этот шаг сильным ударом по одному из ключевых положений основополагающего акта России-НАТО Террористическая организация, запрещенная в России 8 апреля, 8 часов мало не покажется, что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море